Север умеет помнить, север умеет согревать, но север умеет и работать, как никто в мире. Как никто, потому что условия у нас далеко не тепличные. Вот, пожалуйста, печально известная со времен Сталина Колыма сегодня форы даст любому региону России по импортозамещению, а все дело в рыбе. В Магаданском крае началась Ментаева-Селедочная Путина. Людмила Щербакова раскинула сети. Красную икру в коробах и копченую рыбу укладывают для отправки в Москву. Все это через несколько часов загрузят в самолет. Схема доставки не дешевая, говорят на предприятии, но такая продукция точно не испортится в дороге и дойдет до покупателя. Икру таким образом отправляют в столицу несколько раз в неделю. Качественная, хорошо сделанная икра кижучевая, не выпадает. На пик продаж красной икры приходится к Новому году и самые большие отправки идут до Нового года. Мы планируем еще несколько тонн икры отправить к новогоднему столу, чтобы под звон бокалов москвичи попробовали самую вкусную настоящую икру, нашу магаданскую. Красная рыба – отдельная история. После того, как с российских прилавков исчез норвежский лосось, магаданская продукция стала пользоваться большим спросом. Ее качество, говорят рыбопереработчики, намного лучше, чем у импортной. Во-первых, этот лосось растет в естественных условиях в море. А во-вторых, его готовят исключительно по традиционным технологиям. На опилках, без всяких добавок, без красителей, натуральный продукт. Наша рыба славится уже во многих городах. Почти каждую неделю отправляем по городам России Краснодар, Новосибирск, Москве, ну и во многих городах. Но больше всего из Магадана в центральные районы России везут сельди и ментая. Судно «Сихантер» в очередной раз доставило на магаданский берег 226 тонн этой рыбы. Улов за время прибрежного рыболовства отменный, говорят рыбаки, почти 7 тысяч тонн. Подход сельди хороший, крупная сельдь. Практически с 1 сентября работа началась на промысле. Ментай рано кончился, немножко мы не успели, буквально на неделю. Немного не доловили, но я думаю, в последующем, в следующую забивку мы закроем этот вопрос. А сельдь в этом году хорошая. Всю эту рыбу сейчас выгружают на берег и чуть позже на судах отправят в Приморье. Оттуда по железной дороге в разные города России. Прибрежный лоб заканчивается сельдь и ментая уходит в открытое море. Уже в начале декабря рыбаки отправятся в так называемую охотоморскую экспедицию. До начала опыта.